Я живу в городе Краснолуч, это на Донбассе, Луганская Народная Республика. На данный момент мы воюем за свою землю, за свой Донбасс. Родился я в Северодонецке, по тем временам Луганская область. Всю жизнь прожил здесь, работал здесь. Из армии, после того как отслужил, вернулся сюда. Служил я срочной службой в 1984 году, вернулся домой, работал на шахте, занимался стройкой. В последнее время перед войной работал электриком на заводе. Вот как-то так в общих чертах моя жизнь сложилась. После того как в Киеве на Майдане начались всем известные события, я не могу просто сейчас сказать теми словами, которыми хочется сказать. это было видно и по тем каналам украинским, которые работали на этих людей, которые сейчас у власти в Киеве. И по тем каналам, которые как-то показывали правду. видно было. Это все вызывало жуткую истерику. Непонятная ситуация в голове. Что, как, зачем, почему. Мы здесь на Донбассе все это время продолжали работать. Платили налоги, фактически содержали всех митингующих врачей, которые там были, учителей, работников исполкомов, всех бюджетников, которые были там, содержали на наш бюджет, ну и на американские деньги, наверное, я не знаю. Я в эти финансы не вдавался, но такого масштаба операцию я не знаю, как это назвать, бесплатно создать невозможно. Тем более мы знаем, что в Киеве митингующие и проплачивались, и пропаивались, и прокармливались, ну и все остальные движения. Приходишь с работы, включаешь телевизор, а там полный вперед. Там революция у них, там жгут наших ребят, ОМОНовцев, детей наших, которые пошли на службу, милиционеров, коктейлями Молотова. Там, на Западной Украине, врываются в милицию, в СБУ, берут оружие. И в то же время они рассказывают, что это была мирная демонстрация, мирный митинг. Его пытались разогнать силовые структуры. И именно поэтому из толпы митингующих началась стрельба. Из пистолетов, из ружей, и гранаты, чего там только не было. Вот смотришь это и начинаешь плеваться, начинаешь ругаться с телевизором. Голова, соответственно, заходит в тупик. А на завтра то же самое. У нас здесь шахтеры, стоя возле пивных ларьков, рассказывали только первая пуля, только первый снаряд. Мы как встанем, мы как сделаем. Ну, из всех рассказывающих возле пивных ларьков, очень минимальное количество стало людей. У нас здесь были казачьи станицы еще давно, созданные в 93-м году, по-моему, в 93-е годы в начале. Ну, это как общественные организации, ну, там, этнические казаки, те, кто за православие, те, кто за Родину, за веру. Просто встречались, просто общались, пытались возродить казачий быт. Ну, а потом, когда начался Славянск, и все просто разговаривали с телевизорами, скажем так, казаки начали организовываться. раз, наступил такой момент, когда решили, что пора создавать свои дружины, самооборону, в Луганске в СБУ произошел штурм, в подвалах оказалось огромное количество стрелкового оружия, вооружились и решили защищать нашу землю, как можем. Ну, естественно, мы не профессиональные военные, можем только так, как делаем это сейчас. поддержка России моральная, материальная, гуманитарная помощь. Это все очень важно, потому что у нас сейчас на Донбассе голод. люди, у которых, ну, сбережений, скажем так, не оставалось, они буквально умирают от голода. Помогают соседи, помогают родственники, есть люди лежачие. Ну, мы, насколько можем, насколько нам позволяет ситуация, тоже пытаемся помочь. Гуманитарных конвоев мы здесь, в нашем городе, ни разу не видели, я не знаю, может, они как-то распределяются по своим схемам, туда, куда нужнее, но нужно везде. Везде, практически, где сейчас идет война в Новороссии. Ситуация одна и та же у всех. Нету сытых городов, нету голодных городов, есть просто города, которые сохранились, их не разбомбили, и есть города, которые, такие, которые уже просто, не города их не существуют, руины. И вся эта ситуация как-то, не знаю, удручает, что ли. Нам пытаются рассказать о том, что мы останемся в составе Украины, о том, что мы должны перекрыть границу с Россией, вернее, не мы перекрыть, а мы должны допустить это, чтобы перекрыли, рассказывают про конституционную реформу, которую должен провести Киев. Но это похоже на то, как основные коррупционеры все время борются с коррупцией. Коррупция процветает, борцы за правое дело процветают. Короче, это нереально, мы к этому относимся крайне негативно. После того, как гибли дети, гибли женщины, старики, после того, что делали батальоны национальные с людьми, с девчонками нашими, просто их рвали. Рассказать об этом волосы дыбом становятся. Насиловали, сколько хотели, потом либо убивали, либо в половые органы заливали монтажную пену, это факты. Отношения. Мы недочеловеки. Полулюди, я не знаю, как там я Цинюк про нас сказал. Он дал зеленую улицу для того, чтобы уничтожали людей на Донбассе, уничтожают население. Оно, видимо, не входит в планы Обамы, в планы газодобывающих корпораций. Не знаю, в чьи еще планы, тут я понял, со всех сторон куча всяких планов по поводу Донбасса. Но и основной план. Это мы знаем точно. Основной план здесь должны стоять военные базы, которые направлены на Россию. Я считаю, это наша Родина. Я родился в Советском Союзе и всю жизнь гордился тем, что я русский. Я не давал присягу после того, как Украина отделилась. Больше никому. Один раз я присягнул Советскому Союзу. И сейчас я нахожусь на войне. В смысле о том, что я в Советском Союзе. Нету, не должно быть с Россией никакой границы. Не должно быть никакой разницы. Мы русские, мы братья. Нас пытаются гнобить. Нам братья помогают. Помогают мирные жители. Помогают бабушки, дедушки. Помогают дети. Письма пишут. Нам это очень ценно, поверьте. Мы благодарны вам до бесконечности. Моральная поддержка, она очень многого, значит, многого стоит. Мы надеемся на то, что мы победим. Мы уверены в том, что мы победим. И будем с Россией в составе России. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...